Рука не вот здесь, а рука на осиповой линии. Плечо, кулак, горло. Одна линия. И мне остается только пройти 30 сантиметров. Так, это у нас техника кишки. Иногда я уже стою в технику, и техника удара не более 30 сантиметров. До точки карты. Всё. Идь! Ап! Ап! Вот куча у кейки, за лицом, где всё придумано. Иди, аку, суки! Тихонь-нибудь раз, два, три. А вот выдавите крест. Движение, всё. Идь! Тихонь. 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 Отчитайте. Вся техника кихона – это сплошное кумите. Это всё можно применять. Все связки, которые у нас присутствуют в программе, их можно на прямую применять в кумите. Все абсолютно. Шутолки, сучелки, сотолки, как они. Это всё боевые возможности. Но это не значит, что в тупую надо применять людей и в боевом полу. Это ключи для открывания технических клей. Возможности. Ключ, сотол. А вот, обязательное движение. Потому что я не знаю, как уровень будет удар. У меня должна быть гарантия, что я… У меня рука находится в положении доминирующей руки. Доминирующей – это значит преобладающей. Преобладатель. Ап. Вот это и есть доминант. Когда локоть на осевую линию, а кулак немножко сверху его руки. В этом положении, кулак не сверху. Сверху его рука. Значит, у него доминант. А у меня… Сверху. 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 Будь то учуке или штоуке. Сверху. 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 Здесь еще проще. Сверху. 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 Ни в коем случае локоть не должен торчать в сторону. Он должен смотреть вниз. Не потому что так красиво. Сверху. А потому что так практично. Практично для защиты и для дальнейшего выполнения технического приема. Подключение бедра. Сверху. Раз. Сверху. Полуоборота. Почему? Если мы разводим профиль и риме положение. То тогда у нас меньше устойчивости в этом направлении. А мы как раз должны создавать в этом направлении давление на его атаку. Поэтому получается либо вот так нас выжимает. Либо нам приходится вот эту часть выделять вперед для того, чтобы усилить как-то свою руку. Потому что у нас очень мало мышц, которые могут нам создать напряжение. Все. Хамминь. В этом положении у нас заднее бедро осуществляет давление вперед. Заднее бедро осуществляет. Вот. Вот сверху. Раз. Два. Связующая линия. Все. Вот так нет связующей линии. Потому что у нас вот эта часть на сегодня. Мы через ее не можем никак передать ничего. Все. Следующее движение. Мы передвигаем колено чуть вперед. Атакуем Киза Мидзуки. Опять доминирующее положение. Нет. Вы как раз делаете твистинг. Таз уходит в противоположную сторону. А он должен вместе с двумя коленями таз должен смещаться вперед. Причем по линии не круговой. А прямой. Бам. Как будто вот сюда воткнули колу. Бам. Выталкивает. Следующее движение. Следующее движение. Я иногда показываю таким образом. Следующее движение. Команда. Все. Все. Ой, звуки. И че? Как будто вас опихают сзади. Или так. Вот. Следующее движение. Спасибо. Следующее движение. Субтитры создавал DimaTorzok